До командировки Хочется остановиться, выйти из машины и поближе познакомиться с людьми, которые не представляют свою жизнь вдали от малой родины. Как в Акушинском районе относятся к родной земле, можно понять без слов. Ухоженные поля, хорошие дороги, современные дома, которые гармонично дополняют старинные постройки. Приветливые лица горцев придают особую теплоту картине. К обеду мы уже были в селении Усиша. Надо сказать, быт и жизнь горцев в корне меняют план работы, продуманный в рабочем кабинете в прохладе кондиционера. Съемки, танцы, записи, интервью и другие рабочие моменты отодвигаются на второй план. Сначала гостей принято угостить. Для нас это повод узнать побольше о традиционной кухне у сишинцев. Доргинцы – очень трудолюбивый народ. Большую часть времени они проводят на полях, обрабатывая землю. Естественно, в такие жаркие дни им нужен напиток, желательно прохладительный. И как готовится один из популярных напитков у сишинцев, который называется гаруш, нам расскажет Патимат. Патимат, расскажите, с чего начинается процесс приготовления гаруша. В теплую воду добавляем муку, смешиваем, потом кружку гаруша, добавляем немножко дрожжи, потом свежим, даем опару поднять. Она поднимается, бродит полтора дня. После этого горячую воду, большой кастрюлю, добавляем эту опару. Кипятим 3-4 часа. Вот сейчас уже идёт этот процесс, да? Да, кипятим 3-4 часа надо её кипятить. После этого остываем. Оставляем остывать? Оставать. Когда она прохладно охладится, потом в другое место добавляем, это бочку, там она и бродит. С бочкой мы разберёмся чуть позже, а сейчас просто хотим показать, какой должен быть огонь. И, кстати, нужно постоянно помешивать. Правильно я понимаю? Помешивать надо, посмешивать, чтобы она снизу нет, а осталось, надо помешивать. Предлагаем посмотреть, как это делается. Патимат, тут такое умиротворение. Даже не хочется нарушать этот покой. Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте. Патимат, представьте, кто у нас сегодня здесь. Вот бабушка Сакинат, ему под 80. Вот это наша соседка, его тоже внук. Она песенку хорошо поёт. Так, я понимаю, что всё, что нам нужно, оно находится перед нашей бабушкой, да? Да, мы всё приготовили там. Я сяду поближе к бабушке Сакинат. Патимат, переведите мне и нашим телезрителям, что нам говорит бабушка Салима. Вот я напрыгала, типа, бузой, типа. Ну, мне рассказали, что это бодрящий напиток. Да, бодрящий напиток. Думаю, как раз в полдень самое время его попробовать. Да, да, да. Только для начала нам нужно узнать, вот чем заканчивается этот процесс. Как готовится опара, мы уже видели. Да. Что дальше происходит с этой опарой? Опару уже принесли сюда наши ребята. Там приготовили. Туда добавили, это проросшая пшеница, делается мука на минусе. Как у вас называется проросшая пшеница? Из него деланы эту муку, называть кия. Кия называется. И добавляем эту, добавляем сахар, добавляем туда это дачный, все смешаем. Оставляем на полтора дня, что бродило. Брождение прошло, потом через сито пропускаем и спокойно наливаем сюда, потом пьем. То есть сейчас что-то нужно сделать вот с этим напитком, который мы уже у бочонки видим? Это на первую стуку надо сюда давать, бабушка. И через сито пропустить надо его. Давайте я вам тоже помогу. То есть нужно перемешать. Давайте я вам... Ой, такой пенистый напиток интересный. Да, такой интересный, очень вкусный напиток. А вот эта штучка сделана специально, да, я понимаю? Специально, чтобы это сетка... Чтобы удобно было сито поставить. Да. Давайте я вам помогу, бабушка Сокинат. Такой запах интересный. Напоминает запах еще одного напитка, который делают тоже из толокна. В одной из передач мы рассказывали, называлась она химча. Вот очень сильно напоминает, наверное, потому что там толокно. Я хочу попробовать сама. И мне интересно, справлюсь я с этим или нет. Да, получится надо. По консистенции. Скажу, что это более такой густой. Да. Такой напиток. Сюда еще воду будут добавлять? Или... Если густой через чур будет, надо холодную воду добавлять. А так хорош... Это хорош, да. Она должна быть густой. Ой. Она должна быть только такой густой. Так, я теперь должна... Бабушка Сокинат, вы подержите. Вы как это делали? Вот так? Вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Горь сирири, хоть, горь сирири, хоть. Или... Не довольна бабушка Майера? Довольна. Довольна? Она учится, она учится, говорит. Маша Алла, уже поняла. Маша Алла, Маша Алла. Маша Алла, бурь сирири. Вообще, как давно этот напиток у вас готовят? До моего рождения делали и до сих пор делали. Какие-то есть особые поводы для приготовления напитков? На свадьбу это обязательно должно быть. Скажите, бабушка Сокинат кого-то собирается женить? Или замужу давать? Бабушка Сокината, уже все закончилось. Ага. Все хуже устроили. Устроили. Выдали замуж. Но напиток продолжаем делать. Продолжает делать. Мы с соседями собираемся, приходим сюда, пьем напиток. И угощает она нас. И домой отправляет, в пары и кам отправляет. Ну, национальный напиток это у нас. Она всегда этим занимается. Мне нравится процесс. Вот, вот, вот. А бабушка Сокината что говорит? Ну, она уже научилась говорить. Так, вот эту вещь надо убирать теперь? Потом еще следующую надо добавлять. Давайте. Добавлять. Убираем из сито осадок. Осадок. Чтобы проще было пропускать напиток через него. Да, да. Какие еще рекомендации? Мы с бабушкой Сокинат разделили обязанности. Она наливает, а я процеживаю. Вот я обратила внимание, что хоть и из прожаренной муки оно сделано, но оно такое светлое. Скажите, зерна прожаривают не сильно, да, я понимаю? Тесто, муку, пшеничная мука делается, опару, в которую добавляются, это алкант, если это и я, отдельно мололи, а потом это добавляется, чтобы она бродила. Я здесь вижу салфетку, я воспользуюсь. Воспользуюсь. Я делаю корзак. Все, напиток готов? Готов. И сейчас будем пить. Дорогие друзья, мне очень интересно попробовать этот напиток, потому что, ну, с виду он такой вот, как кисель. Я не знаю, наши хозяева сегодня... Чего? Щедро наливаем. Да. Дольют туда воды или нет, ну, посмотрим. Сейчас туда не надо, да. Не надо? Туда не надо. Песок, сахар, да? Сказали песок, сахар, да? Патимак, что дальше делаем? Сахар добавляем, да? Ну, давайте я подержу. Песок, как говори. Обычно это добавляется в общее... Женщинам добавляем, мужикам не добавляем. А, чтобы девушкам было сладенько. Да, сладенько, мужикам кисленько. С виду можно подумать, что это гоголь-моголь. Ну как, вы довольны? Да. Хорошая получилась. Давайте. Попробуйте. Ну, я такую пену, вкусную пену чувствую. Да. А снизу еще густой тоже есть. Папа, Сакина, будете пробовать? Нет. Так, воды не нужно добавлять, да? Не нужно, не нужно. В общем, вот такой напиток уже смело можно подавать к столу. В столу так подается, на свадьбу. И уже готовы. Скажите, она готовится только летом или в зимнее время тоже бывает? Разницы нет. И зимой, это если выпьешь, ноги не замерзнут. И ты бодрой будешь. То есть теперь с кофе мы переходим на груш? Да, на груш, да. С кофе на груш. Предлагаю всем попробовать. Рецепт вы можете увидеть у нас на сайте по адресу www.rgvk.ru в разделе «Передачи» программа «Годекан». Смотрите, пробуйте. Надеемся, вам тоже понравится. Бабушка Сакинат поделилась с нами еще одним кулинарным секретом. Десерт «Арчап» готовится на основе толокна. Он пользуется большой популярностью у США. В горячее молоко добавляется топленое масло. Оно, когда это закипит. Потом добавляем немножко соли. Соли. Потом добавляем толокно. Потом добавляем немножко сахара. Потом в горячем виде надо его кушать. Очень сытное, очень вкусное блюдо получается. Ну что ж, мы видим готовый результат. Пока еще оттуда поднимается пар. Но говорят, что его надо есть в горячем виде, поэтому мы попробуем. Скажите, надо будет руками себе порцию оттуда выбирать, да? Да, руками надо это кушать. Не обожжем руки? Там ведь и масло горячее. Нет, нет. В горячем виде, на фруктах мы так и кушаем. Так, то есть мы должны уже ладошки сдержать. Вот так надо же делать? Да, вот так надо делать. И так надо кушать в горячем виде. Вот так и мы ее кушаем. Сахара больше не добавляем? Не добавляем. Хочешь, так укунуть тоже можно. Сейчас мы попробуем. Такое приятное ощущение. Да, да. Посмотрим, как на вкус это лакомство. Ну, для меня сладкоежки сахара маловато. Но каждый из вас точно так же может добавить. Да, добавить, сколько хочется, добавляем. Вообще хочу сказать, что у США родина различных десертов, я так поняла. Хороший. Потому что все готовится очень быстро. Быстро, да. И все сладкое такое. Да. Так, можно махнуть прям сахар. Бабушка Сакина, дай вам Бог здоровья, долгих лет, чтобы ваши дети всегда вас радовали. Спасибо за вкусный, сытный обед. Большое спасибо тебе за то, что ты сюда приехала, нас навестила. Большое спасибо, говорю тебе. Вы мне напомнили мою бабушку. Спасибо вам огромное. Мы устроили себе легкий перекус и можем продолжить свое небольшое путешествие по этому красивому селу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!